здравствуйте друзья это канал mbs электроникс я олег сегодня небольшое видео по solidworks по просьбе моего подписчика в комментарии под предыдущим видео это был ролик про реверса синхронного двигателя зритель владимир бурыгин пишет олег вы не могли бы сделать видео урок о том как вы делали крышку в сборке solidworks благодаря вашим урокам я научился немного делать 3d модели для себя вы обладаете преподавательским объяснением предмета и это редкость среди людей владимир спасибо за приятный мотивирующий комментарий конечно же я сделаю это видео вот сегодня как раз на самом деле про проектирование корпусов в сборке сверху вниз у меня уже где-то есть видео на ю тубе на канале не помню правда какое дело было давно но тем не менее вот сегодня я расскажу о том как я делал именно эту крышку для этого корпуса такой метод разработки называется проектирование в сборке сверху вниз сверху вниз этот метод называется потому что он как бы противоположен естественному ходу вещей в реальном мире представьте что мы где-то с вами работаем на заводе например в металлообрабатывающем цехе в цехе у нас есть рабочие разных специальностей в основном это слесари токари и фрезеровщики у нас задача сделать какое-то устройство которое состоит из нескольких деталей в реальном мире ход событий следующий токари и фрезеровщики делают изготовляют детали устройства по чертежам потом готовые детали после проверки вот и к поступают в сборочный цех где слесарь сборщик собирает все это воедино то есть делает сборку устройства это и есть изготовление устройства снизу вверх однако в виртуальном трехмерном пространстве которая предоставляет нам программа solidworks мы можем отойти от естественного хода вещей и сделать устройство сверху вниз то есть сначала мы делаем сборку а потом уже отталкиваясь от сборки создаем детали конечно в реальном мире такой подход невозможен мы не можем сначала создать устройство а потом изготовить его детали но в solidworks у нас есть возможность создать пустую сборку и уже в этой сборке создавать наш проект постепенно шаг за шагом добавляя в него разные отдельные детали это бывает очень удобно и экономит наше время потому что мы имеем возможность на вновь создаваемых деталях в их эскизах использовать элементы предыдущих деталей например на эскиз вот этой крышки мы можем просто перенести методом проекции периметр нашей коробки нам не надо будет устанавливать размеры вручную каждый раз подгонять чтоб все совпадало мы переносим какие-то отверстия посадочные места все это делается в пару кликов и это очень удобно это гарантирует нам что после изготовления всех деталей например методом 3d печати у нас все будет совпадать все габариты все посадочные места отверстия и другие элементы давайте сейчас возьмем готовую деталь вот эту коробку а крышку для нее сделаем заново это отдельный файл модель самой коробки я сохранил этот файл в отдельную папку и давайте для нее заново сделаем ту же самую крышку что вы уже видели в контексте сборки методом сверху вниз кстати вы вот можете видеть сейчас на дне этой коробки эскиз печатной платы я его экспортировал из программы deep trace в формате dxf и потом импортировал вот сюда в деталь в виде чертежа или эскиза я это делал для того чтобы точно разметить в корпусе отверстие подкрепления печатной платы являясь элементом нашей коробки этот чертеж печатной платы можно также использовать и в контексте сборки то есть мы например можем в крышечке этой коробке сделать какие-то отверстия ну например если если бы на плате были какие-то светодиоды и нам нужно было бы сделать крышки отверстия под светодиоды чтобы они точно совпадали с со светодиодами на печатной плате оттолкнемся с вами от того что эта коробочка у нас является базовой деталью и она уже готова если бы у нас не было базовой детали вот этой коробки то мы могли бы ее начать создавать прямо в сборке не обязательно было бы ее создавать в отдельном файле все это относительно и какая деталь будет первой базовой в вашей сборке зависит только от вас вы должны решить как вам удобнее проектировать все устройство в меню файл выберем создание нового документа и создадим новый документ типа сборка после создания не забываем сохранить нашу сборку в новом файле поскольку открыта наша коробочка solid ее увидел и предлагает нам ее вставить как первую деталь перетаскиваем в графическую область и где-нибудь кликаем мышкой фиксируя нашу деталь нашу коробку теперь деталь коробка стала частью сборки она появилась вот здесь слева в дереве сборки при необходимости деталь можно редактировать прямо здесь сборки внося какие-то изменения эти изменения будут автоматически синхронизироваться с файлом в котором сохранена эта деталь в дереве сборки около имени детали коробочки мы видим в скобках букву f это означает что деталь у нас зафиксирована в системе координат сборки то есть мы не можем ее вращать и перемещать относительно системы координат сборки вот то что я сейчас деталь вращаю это я вращаю всю систему координат всю сцену сборки если я буду добавлять следующие детали в мою сборку я имею ввиду здесь готовые детали заранее спроектированы то они уже будут добавляться по умолчанию не зафиксированными я смогу двигать и вращать эти детали относительно первой вот этой зафиксированные базовые детали сейчас у нас готовые детали крышки как бы нет и мы создадим ее прямо здесь в сборке для этого обращаем наш взор в левый верхний угол экрана и видим вот эту большую кнопку вставить компоненты под кнопкой видим вот эту треугольную пимпочку нажимаем на нее и выбираем здесь создать кликаем на нее и попадаем в знакомое окно создание нового документа solidworks выбираем здесь создать новую деталь но деталь будет создана не как отдельный документ данном случае она будет создана как элемент сборки нажимаем ok и возвращаемся в сборку на первый взгляд ничего не изменилось кроме того что здесь в дереве построения сборки появилась новая деталь видите по умолчанию она называется деталь 1 сборка 1 и solidworks сделал вновь создаваемую деталь тоже зафиксированной то есть после значка детали мы видим букву f в скобках деталь пока у нас пустая в ней нет никаких компонентов и кроме того деталь у нас виртуальная она не существует в виде физического файла на жестком диске она существует только как элемент сборки в ее контексте впоследствии мы с вами сделаем деталь независимой и сохраним ее в отдельном файле кроме всего прочего деталь у нас хоть она и зафиксированная но она зафиксирована так сказать нигде и первое что нам нужно сейчас сделать это кликнуть по какой-либо плоскости на предыдущей детали чтобы привязать систему координат вновь созданные детали к этой плоскости чтобы указать где и как будет располагаться наша новая деталь относительно базовые детали уже имеющиеся в сборке видите ниже новые детали у меня есть английское слово мэйтс и значки скрепочек это взаимосвязи или сопряжение в сборке хоть у меня и русская версия соли да но вот эти названия у меня здесь по появляются на английском языке это потому что у меня так настроенные шаблоны по умолчанию у вас скорее всего будут русские слова и мэйтс будет выглядеть как сопряжение если вдруг вас это раздражает я имею ввиду в вашем солиде и вы тоже получаете в сборке вот такие английские названия основных плоскостей front plane top plane right plane просто щелкните на них мышкой переименуйте так как вам больше нравится а потом вот этот пустой файл сборки сохраните как шаблон и назначьте его шаблоном сборки по умолчанию это небольшое отступление многие зрители меня спрашивают что делать почему вот у меня появились название вот эти на английском языке исправляется как видите легко и все дело в шаблонах документов давайте вернемся к нашей сборке давайте укажем программе где будет располагаться наша деталь какой плоскости она будет привязана понятное дело раз эта крышка она будет находиться на верху коробки вот на этой плоскости на этой грани давайте увеличим масштаб немного чтоб нам было удобно и кликнем левой кнопкой мышки на этой плоскости наша новая деталь то есть крышка привязывается к этой поверхности и теперь смотрите здесь в сопряжение в дереве у нас появилось сопряжение которое называется на месте ну то есть как раз на том самом на своем месте где она должна быть потом эти сопряжения можно легко удалить когда они станут не нужны ну и конечно мы заметили что наша деталь стала прозрачной вот такой вид изменился на каркасное представление solidworks конечно же делает это не случайно это сделано для того чтобы нам было удобно создавать на нашей новой детали проекции элементов нашей старой детали чтобы мы могли видеть и значит иметь доступ ко всем элементам предыдущей детали даже скрытым случае если деталь у нас будет закрашенная но некоторые части будут перекрываться другими частями и мы их не видим после создания и привязки новой детали мы с вами находимся в режиме редактирования этой детали в режиме редактирования все элементы редактируемой детали показываются синим цветом а да кстати я еще и переименовал эту деталь новую я назвал ее кавар то есть крышка это осталось просто за кадром переименовать деталь как и все элементы дерева очень просто кликайте на них мышкой и вводите новое слово новое название пока деталь находится в режиме редактирования все ее элементы будут синего цвета выйти из режима редактирования или вновь начать редактировать какую-либо деталь нашей сборки можно в любой момент в дереве построение нашей редактируемой детали мы видим те же самые базовые плоскости спереди сверху и справа но они являются локальными для этой детали они принадлежат локальной системе координат данной детали давайте выберем плоскость спереди детали и создадим в ней новый эскиз вот он здесь появился назвался эскиз 2 сейчас мы с вами будем делать часть крышки которая вставляется внутрь коробки для этого нам потребуется проекция периметра внутренней кромки коробки зажимаем клавишу control на клавиатуре и зажатой клавиши control последовательно выделяем все элементы этой внутренней кромки весь вот этот замкнутый контур внутреннего края корпуса коробки должна получиться одна вот такая замкнутая линия подсвеченная вот вот таким синеватым цветом теперь нам нужно эту линию спроектировать то есть перенести на наш эскиз мы могли бы это сделать инструментом преобразования объектов но в этом случае друзья линия точно бы соответствовала контуру коробочки а нам нужно чтобы вот эта часть крышки она была слегка на некоторые десятые доли миллиметра меньше чем размер самой коробки чтобы после печати эта часть спокойно бы вставлялась внутрь коробочки можно конечно сделать преобразование объектов потом преобразовать полученную линию на эскизе во вспомогательную геометрию и относительно нее потом сделать смещение объектов но мы можем сразу сделать смещение объектов поскольку этот инструмент позволяет также делать проекции но измененные то есть со смещением в ту или иную сторону поэтому давайте теперь на панели инструментов выберем смещение объектов кликаем на смещение объектов таким образом мы входим в инструмент слева появляются настройки этого инструмента и мы видим на предпросмотре что смещение у нас не в ту сторону она у нас наружу нам нужно внутрь поэтому ставим галочку реверс После нажатия на реверс видим, что у нас смещение стало в нужную сторону, то есть внутрь коробочки. Теперь нужно задать расстояние, на которое будет производиться смещение. Обычно я делаю где-то 0,2 мм. Это устанавливается опытным путем, обычно зависит от типа пластика, от того, как работает 3D принтер, параметры печати. После этого можно зафиксировать изменения и нажать на зеленую галочку ОК. Все, мы создали линию на эскизе, проекцию внутреннего периметра коробки с нужным нам смещением. Обратите внимание на то, что линия эскиза у нас черного цвета, это значит, что у нас эскиз уже полностью определен. И это при том, что мы не проставляли никаких размеров, мы даже не знаем, какой размер вот этой внутренней части коробки. Я уже даже и не помню этот размер. Давайте переведем теперь это все в 3D. Идем элементы, вытянутая бабышка, основание. Опять видим, что предлагает нам Solid вытянуть не в ту сторону, в которую нам нужно, а нам нужно в обратную сторону вытягивать. Вот так, то есть включить реверс направления. Вытягивать будем на 6 мм. И вот здесь внизу ставим галочку тонкостенный элемент. И после этого получается в предпросмотре вот такая структура. Опять же, здесь направление создания тонкостенного элемента, он должен у нас быть вовнутрь. Вот я сейчас побольше толщину стенок сделаю, чтобы вам было понятно. Можно внутрь делать стенки, а можно создавать их наружу. Вот таким вот образом. Нам нужно вовнутрь, потому что крышка у нас будет входить внутрь коробки этой частью. Толщину стенки давайте зададим 2,2 мм. Вот, оставляем так, нажимаем после этого зеленую галочку ОК. И трехмерный элемент готов. Давайте сразу сделаем здесь утолщение по бокам, в этих местах, куда будут вкручиваться шурупы, которые крепят крышку. В коробочке у нас уже есть отверстия под винты. Видите, вот они, 4 отверстия с 4 сторон. Давайте вот на этой внутренней грани, на ее плоскости создадим новый эскиз. Теперь нам нужно создать прямоугольник из центра, таким образом, чтобы его центр совпадал с центром окружности отверстия под винты. Вот здесь, на коробочке. Можно сразу создать прямоугольник. Он, в принципе, подцепится к этому центру окружности. Но я люблю точки. Сначала поставлю элемент точка. Точка как-то лучше цепляется ко всяким другим точкам. А центр окружности это тоже точка. Включаем на панели инструмента в точку. И вот так вот вводим здесь мышкой до тех пор, пока точка не подцепится к центру окружности. Там ставим ее. То есть, видите, рисуя эскиз на крышке, мы подцепились к центру окружности, которая находится на коробке в другой модели. Опять же, нам не нужно знать никаких расстояний, никаких размеров. Мы просто цепляемся уже к существующему элементу. Теперь на панели здесь выбираем инструмент прямоугольник из центра. Цепляемся к нашей точке и строим из этой точки наш прямоугольник. Это основа будущего утолщения. Выделяем горизонтальную сторону прямоугольника и вот этот край нашего элемента, эту кромку. И выбираем слева взаимосвязь коллинеарность. После этого высота прямоугольника станет равной высоте вот этого нашего элемента. Давайте ширину, проставим размер. Ширина будет 6 миллиметров. Фактически получился квадрат 6 на 6. Давайте вытянем этот квадрат, выбираем инструмент вытянутая бабышка основания снова и вытягиваем на, ну скажем, на 2,5 миллиметра. Получилось вот такое утолщение. Чтобы его не делать с противоположной стороны, давайте его просто скопируем с помощью инструмента зеркальное отражение. Кстати, в солиде эти трехмерные элементы можно просто копировать и вставлять. Это не так просто, как, например, копирование вставка текста, но не намного сложнее. Потом, может, в другом видео я покажу. Ну или вы разберетесь сами с копированием вставкой трехмерных элементов. А этот элемент данный мы сейчас скопируем методом зеркального отражения. Для этого на панели выбираем инструмент зеркальное отражение. И сейчас нам нужно выбрать плоскость, относительно которой будет производиться это зеркальное отражение. Вот видите, доступ к элементам дерева у нас переместился в графическую область. Давайте выберем здесь плоскость сверху. Она как раз пересекает центр коробки. После этого выбираем то, что мы будем копировать, то есть вот этот элемент. Видим, что он у нас появился в предпросмотре на противоположной части. И нажимаем зеленую галочку ОК. Видите, в три клика мы сделали копию этого элемента. Оставшиеся два утолщения делаем точно таким же образом. Я здесь все покажу на ускоренном видео, потому что ничего нового вы не увидите. И единственное отличие заключается в том, что копирование, то есть зеркальное отражение элемента, я буду делать относительно плоскости справа. Можно было, конечно, сделать это копированием вставкой, но потом нам нужно было тоже подбирать местоположение этих элементов. А так у нас все происходит автоматически симметрично. Поскольку коробочка у нас симметричная, то это работает. Утолщение мы сделали, теперь нужно сделать в них отверстия так, чтобы они совпадали с отверстиями в основной коробке. Но эти отверстия должны быть меньше диаметром, чем те, которые в коробке, потому что туда будет вкручиваться шуруп. То есть саморез будет нализать резьбу в самом пластике. Давайте выберем поверхность вот этого утолщения. На ее плоскости создадим новый эскиз. И сейчас можно пойти несколькими путями, можно просто сделать проекцию отверстия с помощью инструмента преобразования объектов, потом удалить взаимосвязь и изменить диаметр отверстия. Но поскольку я люблю элемент точка, я поставлю опять точку, как и раньше, по центру отверстия в коробке. И дальше я возьму инструмент окружность из центра и из этой точки нарисую окружность. Можно было сразу нарисовать окружность, прицепившись к центру отверстия. Но еще раз повторю, что я заметил, что точка как-то лучше цепляется к посторонним вот этим элементам. Диаметр окружности сделаем 1,8 мм. Этот диаметр я установил опытным путем во время печати разных коробок. В такой диаметр отлично вкручиваются, надежно вкручиваются шурупы диаметром 2,5 мм по резьбе. Берем инструмент вытянутый вырез и вытягиваем, только вытягиваем в два направления. Сразу прорежем отверстия и в противоположной стороне вот так, чтобы нам не делать это с противоположной стороны. Коробочка у нас симметричная, поэтому мы можем вот так одним ударом прихлопнуть двух тараканов. Нажимаем зеленую галочку ОК и все, получаем два отверстия. Точно так же делаем еще два отверстия на оставшихся двух утолщениях. Опять же, подробно я это показывать не буду. Промотаем этот этап на ускоренке, потому что ничем не отличается от предыдущих двух отверстий. Давайте теперь сделаем аккуратное скругление, чтобы наши утолщения выглядели более красиво. Кликаем на инструменте скругления. Здесь уже стоит размер скругления у меня 1 мм. Давайте попробуем. Вот кликнем в предпросмотре, посмотрим. Подстроим размер скругления, чтобы было красиво. Я установил параметр 3 мм. Вот такое получилось скругление. И копируем его вот так вот. Кликаем на всех утолщениях. То есть, это получается один единственный элемент скругления. Он относится у нас ко всем вот этим утолщениям. Вот так. Здесь. И остался еще один. Давайте здесь кликнем вот так. Тоже сделаем скругление. И нажимаем зеленую галочку ОК. Все. Solidworks создал для нас все эти скругления за один раз. Все, друзья. Нам осталось сделать только саму крышку. То есть, закрыть ее. Выбираем вот эту плоскость. Видите, вот эту плоскость. Грань. И создаем там новый эскиз. Теперь нам нужно еще раз сделать проекцию периметра нашей коробки. Только уже внешней вот этой линии. Внешней вот этой кромки. Здесь уже не нужно нам делать никаких смещений. Поэтому подойдет инструмент преобразования объектов. Зажимаем клавишу Ctrl. И также выделяем вот эту кромку. Выделяем все элементы этой кромки. За один раз мы ее выделить не сможем. Придется несколько раз кликнуть по разным ее элементам. Вот. Все. Выделили. Стала она такого бирюзового цвета. Нажимаем на кнопку преобразования объектов. И все. Мы получаем на нашем новом эскизе вот такую замкнутую область, которая соответствует точно внешнему периметру коробочки. Можем сразу же сделать вытягивание. Вытянутая бабушка основания. Толщину зададим те же наши 2,2 мм. Вообще, друзья, если вы делаете корпус на 3D принтере, я вам очень сильно не советую делать этот корпус со стенками толщиной меньше 2 мм. Лучше больше. Где-то 2,2, 2,3, 2,4, может даже 2,5 мм для достаточно больших корпусов. Я поначалу пытался экономить пластик. Делал стенки 1,5 мм, даже меньше. Такие стенки очень непрочные. Все. Наша крышка, в общем-то, готова, друзья. Что мы можем еще с ней сделать? Ну, давайте предположим, что вон те окружности на печатной плате. Видите, там печатная плата. Предположим, что это светодиоды. Хотя, на самом деле, это не светодиоды. Это контакты для подключения проводов. Но давайте предположим, что это светодиоды. И мы хотим для них сделать отверстие в крышке коробки. Представим, что светодиоды у нас запаяны на печатную плату. А когда мы закрываем устройство крышкой, нам нужно, чтобы они высовывались в дырочки, вот в эти отверстия. Вот этим методом мы можем очень точно это все сделать. Тогда как, например, если бы мы хотели просверлить в крышке эти отверстия после изготовления коробки, то точно разметить было бы очень трудно. Вот я сейчас создал на поверхности крышки новый эскиз. И давайте точно так же сделаем проекции этих отверстий на крышке. Главное здесь добраться до вот этих элементов, чтобы можно было выделить их мышкой. Вот так я выделяю, видите, выделяю окружности с зажатой клавишей Ctrl. Выделил те окружности, проекцию которых я хочу сделать. И потом нажимаю кнопку преобразования объектов. И сразу же на новом эскизе у нас создаются проекции этих отверстий. Они абсолютно точно совпадают с тем, что у нас находится на печатной плате. Вот на том эскизе в коробке. Когда мы создаем элемент эскиза при помощи инструмента преобразования объектов, во все новые элементы добавляется специальная взаимосвязь, которая называется на кромке. Я могу очень быстро поудалять все эти взаимосвязи. И после этого я смогу изменить диаметр отверстий, если мне это будет нужно. Теперь мы можем все это просто взять и вырезать. Выбрать инструмент вытянутый вырез. И на какую-то глубину, неважно на какую, главное, чтобы насквозь было, и вырезать эти четыре отверстия. Вот и все, друзья. Вот так делается крышка для коробки методом проектирования в сборке сверху вниз. Давайте теперь разделим эти два элемента, крышку и коробку, и сохраним крышку в отдельном файле. Сначала нам надо покинуть режим редактирования деталей. Мы в нем сейчас находимся. Видите, все элементы этой крышки у нас синего цвета. Я имею в виду слева в дереве построений. Кликаю в правом верхнем углу, видите, мы выходим из режима редактирования детали. Теперь здесь в дереве построений все элементы крышки стали черного цвета. Но мы можем в любой момент вернуться к редактированию. Кликаем правой кнопкой мыши здесь вот на этой крышке нашей и выбираем кнопочку редактировать деталь. И сразу видим, у нас опять становится все синее здесь, и мы можем дальше работать с моделькой крышки. Но есть одно но. Пока еще наша крышечка, наша вот эта новая деталь, крышка, она является виртуальной деталью. Ей не соответствует никакой файл на жестком диске. Кликаем на наши детали правой кнопкой и выбираем пункт сделать независимым. Теперь еще раз правой кнопкой на нашей детали в дереве построений на крышечке и выбираем сохранить деталь во внешнем файле. Откроется вот такое маленькое окно, где мы можем выбрать параметры сохранения, то есть в папочку куда сохранить нашу деталь и имя файла можно поменять, чтобы оно отличалось от названия файла по умолчанию. Ну давайте я что-то напишу здесь, то что мне придет в голову и нажимаем ОК, сохраняем нашу деталь. Теперь она в отдельном файле, можно ее открыть как отдельную деталь, не в контексте сборки и посмотреть или тоже отредактировать. Сейчас я не могу здесь в сборке виртуально открыть мою коробочку или как-то сдвинуть эту крышку. Дело в том, что с самого начала разработки крышки у меня осталось сопряжение на месте. Давайте его удалим вот так, ОК, удалили и теперь мышке можно подцепить крышку и вот так двигать ее как угодно. Для того, чтобы крышка двигалась, ну например, строго вертикально, как она должна входить в коробку, нам нужно будет просто создать еще пару новых сопряжений по плоскостям, которые должны соприкасаться, когда крышка входит в коробку. Но это все чисто косметически, нам это делать не нужно, хотя видите, сейчас вот делаю сопряжение по одной плоскости, по двум вернее плоскостям и по двум другим перпендикулярным. Все, теперь крышку в сборке можно перемещать только вот так, вверх и вниз, строго так, как она входит в коробку. Потому что мы наложили сопряжение или иначе можно сказать, мы наложили ограничение. Теперь просто идем в меню, сохранить как и выбираем STL файл. По умолчанию Solidworks сохранит эти модели в два отдельных файла. Можно выбрать там галочку сохранить в один STL файл, но нам нужно именно, чтобы было два файла, чтобы мы могли их раздельно напечатать. Ну что ж, друзья, на этом сегодняшний вот этот урок по Solid закончен. Я думаю, что я ответил на вопрос подписчика и к тому же это видео, думаю, будет также полезно для других начинающих пользователей программы Solidworks. Подписывайтесь на канал MBS Electronics, здесь много интересного, друзья. До свидания, всех благ! Субтитры подогнал «Симон»